Хоба, привет, с вами доктор Влад. Ну, новостей по-прежнему нет, но вот у меня со вчерашнего дня крутится одна мысль в голове, вот, а тем более сейчас, после того, как ролик я опубликовал в медицинстве, я, пожалуй, ещё на одну тему поговорю. Вот вы часто мне пишете, ох, доктор, я бы уехал, да, ну как здесь тяжело жить, ну или просто, не то чтобы уехал бы, ну просто тяжело жить, там зарплата копеечная, на еду не хватает, вот. Ну вот я вам сейчас расскажу про категорию людей, которым в первую очередь надо уезжать, вот, несмотря ни на что, всё бросать или, может быть, даже и нечего особо бросать. Вот, смотрите, был у меня один знакомый, звали его Гришка, Григорий, вот, это я когда работал в пианинском лагере врачом, и вот был у нас там шофёр, да, на Рафике, по-моему, да, Рафик или Е-РАЗ, ну такой маленький микроавтобус, да, ну, как сказать, нам вручили вот этот вот автобус для неотложных дел, там, ну продукты хотя бы возить, да, вот, для пионерского лагеря, ну я, конечно, с ним познакомился, я всех там знал. Вот, что это за Гришка? Ну, разбитной такой парень, значит, и на гармошке играет, и посмеяться, и, в общем, ну, в принципе, он неплохой, да, только пил каждый день практически. Ну, нормально, он работу знал, в общем-то, да, и не был каким-то таким гаденьким или что-то в этом роде, ну, нормальный парень, да, ну, пил, да, пил. Сколько ему было? Да нам всем примерно было где-то до 30, да, в этом лагере, вот, и вожатый, и всё. Ну, потом он ещё такой, он ни одну, ни одну женщину не пропустит. Вот, вообще, это, знаете, это как мне, ну, в те же времена, чуть попозже рассказывал Юрий Сергеевич Энти, ну, знаете, да, Антошка, Антошка, там, бременский музыкант, и я, он, Дмитрий, жил рядом, я с ним немножко сошёлся, ну, так получилось. Вот, он мне рассказывал про Геннадия Гладкова, ну, знаете, да, все песни он писал. Ну, вот, говорит, вот, когда мы начинаем записывать песни где-нибудь в филармонии, да, вот он пока со всеми не переспит, он не успокоится, уже все знали за ним такую особенность, ну, так, сквозь пальцы смотрели, он тогда был знаменитость. Ну, вот этот тоже Гришко, он тоже со всеми переспал, у него была стабильная одна любовница, это лет 45, наверное, ей было, завхоз наша, да, вот, ну, и со всеми пеннер-вожатыми и так далее. Ну, я много об этом рассказывать не буду, просто, чтобы вы представили себе образ, такой хохотун, веселый, разбитной, да. Вот, и один раз к нему приехала жена с дочкой, вот, ну, заранее предупредила, конечно. Вот, знала она за ним такую особенность, чтобы случайно его, как говорится, не поймать женщиной, да. И вот она, ну, я там тоже как-то очутился возле домика, где он жил, да. А дочка у него, я сейчас не помню точно, мне кажется, что-то даун, да, вот, болезнь дауна, или что-то в этом роде, или просто олигофрения. Ну, в общем, умственно неразвитая девочка. Вот, и он стеснялся, конечно. Жена у него вообще вот писаная красавица, вот, писаная, понимаете. Вот, ну, видимо, он в своё время подхватил такое, он же, я говорю, на гармошке играет, и всё на свете. Вот, ну, глаза у него пустые. Понимаете, да? То есть, она до такой степени уже мучается со своим ребёнком, да, что ей вообще на всё наплевать абсолютно. Вот я к началу разговора у вас возвращаюсь и говорю, что у вас плохо. Ребят, вы плохо не видели. Вот у неё, да, ей абсолютно всё равно, чем он занимается, её муж. Да, она прекрасно знает, что он гуляет со всеми подряд. Вот, после, кстати, после пионер-лагеря, вот, ну, как смены все закончились, я там все три смены отрубил, он просто взял одну из, ну, по-моему, посудомойка, что ли, да, посудомойка. Он с ней покрепче как бы сошёлся, да. Вот, и уехал с ней куда-то на юг отдыхать. Жена ничего не скажет. Почему? Потому что он их кормит. Понимаете, да? Вот. И, в общем, я вот просто хочу сказать, что вот этим женщинам я работал, ну, позже гораздо я работал в обществе инвалидов, да, я видел таких мам очень много. Вот. И они не знают, что им делать, понимаете, по жизни. Они совершенно потерянные. Они всё вот, они опустошённые, они занимаются только своим ребёнком, да. Они не знают, что с ним делать. И вот я что хочу сказать. И попутно, я, по-моему, уже об этом рассказывал, я как-то переписывал случайно просто по интернету, да, я люблю письма писать. Одна женщина из Бельгии, у неё ребёнок тоже, ну, примерно то же самое, я сейчас не помню, что конкретно, да. Вот она жила где-то в России, а потом уехала в Бельгию. Как-то, ну, так получилось у неё, повезло, как говорится, да. Это как в анекдоте, Мария Ивановна, ну, как же так, вы же, говорит, это заслуженный учитель республики, кавалер ордена Ленина и друг валютная проститутка. Она так встаёт, говорит, Мария Ивановна, ну, что ж теперь делать, повезло. Вот. И этой самой женщине тоже как-то повезло, она мне писала письма, вот, что, в принципе, в России у неё надежды не было вообще в ноль. Вот она бы занималась своим ребёнком постоянно, вот, больше ничем. Ограждала бы его от мальчишек, которые камни бросают, да. Вот. И, ну, и, в общем, если кто в теме, те меня очень хорошо поймут. Ну, вот, а в Бельгии, значит, она, пацану она уехала лет 14 было где-то так, вот, по-моему, да, ну, я могу ошибиться, это неважно абсолютно. То есть, там им занимались уже серьёзные люди. И занимались профессионалы, понимаете. Вот. То есть, она его отдавала куда-то, она хоть могла вздохнуть, потому что вот с таким ребёнком они вздохнуть не могут. Ребёнок всё время, вот он, вот, его никуда нельзя отпустить. Вот. Он всё время должен быть в поле зрения, понимаете. Вот. А там она его куда-то отдавала, в какие-то группы, с ним занимались. Потом его выучили, и даже он работал, работал, получал зарплату, понимаете. Здесь вот в Америке ведь то же самое, ребят. Я вот сколько, ну, вот, допустим, в кафе какое-то заходишь, да. Ну, не сказать, что часто, но встречается, допустим, ну, какая-нибудь уборщица, ну, вот просто она полы протирает вот так вот и всё, больше ничего не делает. Ну, вот, любого ребёнка можно научить вот это делать, но она там работает. Вот. Потом я видел, вот, ну, особенно вот когда уже вечером заходишь в магазин, да, уже, ну, кончается у них, как говорится, работа, да, рабочие часы. И уже выходят потихонечку, ну, это надо сказать, вот в Америке вот ходишь по магазинам, да, вот особенно с детьми дети что-то берут, бросают, особенно там, где игрушки играют, да, и всё, вот это перепутано, или ты что-то взял, а пока дошёл до кассы, тебе это не понравилось, да, ты куда-то положил просто вот там, ну, возле кассы и всё. И вот они ходят, они собирают вот эти вещи, вот, и кладут там, где эти вещи должны лежать, всё. Вот. И очень часто там вот работают именно люди вот, ну, с какими-то проблемами ментальными, скажем так, да, с психикой, очень часто они трудоустроены. Понимаете, да? И вот я просто хочу сказать, что я, ну, конечно, вы уже привыкли к тому, что я всем советую уезжать из России, да, бороться, ну, бесполезно, там, вас просто выходить куда-то на улице, да, ну, вас постреляют всех, да, и всё, и к чертям. Если солдаты откажутся стрелять в русские, в русских, да, ну, чечен, позовут там Кадыров сразу несколько тысяч в Россию поставят, и всё, и будут расстреливать, и резать, и всё такое прочее, да, вот. И я вам не советую просто биться, да, вот. Надо уезжать. А вот тем мамам, у которых дети больные, да, инвалиды, вот, уезжать нужно в первую очередь. Здесь вот мы с женой одно время зарядили, тут у нас рядом, ну, я, ролик даже где-то был, ну, такой, типа, парка, да, чтобы на велосипеде ездить, бегать и так далее, вот и туда их приводят тоже, вот группа, ну, допустим, не знаю, человек 10-12, да, и там 4-5 воспитателей, вот так вот, они их пасут, они их ведут по дорожкам, они им всё показывают, они их развивают, понимаете. Вот, потом где ещё, вот в зоопарках я видел, в каких-то просто музеях там или что-то такое прочее, постоянно, постоянно вот такие группки, постоянно. Где угодно, в церкви, ну, вообще, вот, абсолютно, да, смысл какой, вы дома, я понимаю, что это ваш ребёнок, но вы хоть немножко от него отдохнёте. Вот, мало того, у него есть, как это сказать, путь или цель, да, у него есть что-то достижимое, понимаете, у него есть направление, вот, вот, то есть он, он не просто не будет у вас рядом, вот я как в деревне, давным-давно ещё, вот, в Сибири, когда жил, вот у нас была одна там медсестра, у неё тоже такой ребёнок был, ну, как ребёнок, что он лет 28, и она прекрасно понимала, что когда она умрёт, тому конец, всё, понимаете. Вот, ну, он такой вот, такой ходил, что-то, что-то понимал, не помню уже, как его звали, даже не помню, какой у неё диагноз был, да, вот. Вот, она это прекрасно понимала, если она умрёт, то всё, ему конец, да, вот. И в России то же самое, ребят, если вот у вас такой ребёнок, давайте, давайте сюда, их, здесь, ваших детей, вашего ребёнка, здесь будут к нему относиться, как к человеку, у него будет путь, у него будет цель, у него будут возможности какие-то, понимаете, а не просто он будет сидеть рядом с вами, там, всю жизнь, пока вы не умрёте, а потом сдадут детский дом, когда он вообще окончательно умрёт, там, да. Вот так. Ну, всё, в общем, в принципе, у меня такой рассказ, всего хорошего, до свидания, доктор Влад с вами.